Приветствую вас! Вы знаете, Валерия, хотелось бы вас спросить, что делать, чтобы что? То есть, у вас нет ваших текстов, нет запроса к психологу. То есть, непонятно, что вы хотите, собственно говоря, поменять. То, что вы хотите сделать, в чем вы видите помощь наша. Это первое. Второе. Значит, мне 32 года, мужу 36, брак и 5 лет. Ребенку 3 года. Ага, когда познакомились, все было прекрасно, он жил в съемной квартире, я жила у мамы. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это прекрасно, потому что в 31 год мужчина жил на съемной квартире. Для человека, у которого есть бизнес, это по меньшей мере странно. То есть, если у него было, ну, если у него было достаточно денег, то, ну, лично мне, лично мне, не очень понятно, по какой причине он жил на съемной квартире. Это первый аспект. Второе. Если мы говорим про вас, именно про вас, то здесь ситуация, ну, тоже она такая, я бы сказал, несколько странно. Странно, потому что, ну, вы говорите, что, значит, вам сейчас 32, так, 32, да. Пять лет назад вам было 27, значит, это когда вы в брак вступили. Ну, и, соответственно, наверное, еще, в какое-то время вы были, наверное, знакомы с ним. У вас было именно знакомство с человеком. Вот. То есть, это, ну, вам было 26. Почему вы все это время жили с мамой? Вот. Ну, это тоже вопрос, на который, мне кажется, нужно найти ответ вам. Потому что, ну, не просто так, да, просто вы просто что-то делали. Одна не жили. Никогда. Вот. Ну, судя по тому, что вы пишете, по крайней мере. Вот. Так что, по поводу того, что все было хорошо, это большой вопрос. У меня была машина и у него, у него, еще у него был свой бизнес. Небольшие мы вступили, ничем не отказывали. А что делали вы? Ну, то есть, вы работали в этот момент или как или что? Что вы-то делали, чем вы занимались? Это важно тоже. Вы пишете, что мы себе ничем не отказывали. Я вам верю в том, верю, я верю в то, что вы ничем себе не отказывали. Но, опять же, по какой причине не озаботились, например, организация своей жилплощиты, если у вас были средства, да? А вместо этого, получается, родили ребенка и много денег, судя по тому, что вы описываете, потратили именно на ребенка. То есть, это вот, для меня, загадка, на самом деле, вот, потому что, ну, это немножко просто не так работает, да? Чуть-чуть, это работает свеже, на мой взгляд, это работает несколько по-другому. Ну, то есть, люди, сперва, что-то, какую-то базу набирают, вот, какой-то фундамент строят. И потом уже, значит, нарожают детей. Вот, у вас, в этом смысле, позиция немножко другая, и на что она направлена, мне не совсем понятно. Такое впечатление, что вы, вот, как сказать, вы просто отрывались. Такое у меня сложилось впечатление, что просто отрывались. Это, опять же, неплохо, вы не поймите, не поймите меня превратно, да? Да, вот, это неплохо, но просто, а дальше-то, собственно, что? Да? То есть, как дальше, вот, у мужа нет бизнеса, да, теперь? Вот, и всё, и вы, по сути дела, остались без средств к существованию. Вот. Дальше. Родилась дочь, на неё тоже всё по максимуму тратилось. А, нет, ну, то, что вы тратили на дочь по максимуму всё, это, конечно, здорово, но, опять же, не совсем понятно, насколько вы были защищены. Вот, и что вы непосредственно делали? То есть, ну, вы укладывали что-то в общее, скажем так, дело или нет? То есть, вот этот момент, этот момент, он мне представляется таким, тоже, достаточно важным для понимания вопросов. Дальше. А, через год, после рождения, у мужа резко бизнеса не стало. Ага, слушайте, ну, здесь нужно разбираться, да? Как так вышло, что у мужа, как вы говорите, резко не стало бизнеса. Вот. То есть, ну, наверное, наверное, вы понимаете, что резко это произойти вряд ли. Могло. Скорее всего, были какие-то причины для этого, скорее всего, были какие-то основания. Вот. И, насчет, там, даже если, даже если, был какой-то форс-мажор, вот, то он уже оказался, ну, к этому, совершенно не подготовленным. Вот. Это вопрос к нему и, собственно говоря, к вам. Опять же, к вам, да, насколько этот человек, вот, надежный, надежный. А раз, повторю, у меня такое ощущение, что захватилась здесь эйфория. Эйфория, и полностью вы на него, на него полагались, ну, начали полностью полагаться на своего мужа. Во всё, во всё. Дальше, началось, продали наши машины. То есть, опять же, мы, готовы говорить, вот, мы, мы продали все наши машины. А почему вы продали все, во, почему вы продали свою машину? Опять же, я не против, я просто хочу понять. Вы продали свою машину, вот, вы свою машину продали, чтобы, ну, чтобы что? Чтобы, чтобы что? Эта машина продали. Вы, ну, как-то на что-то рассчитывали, вы, как, чего-то ожидали, вот. Заложили всё моё золото, ну, опять же, ответственность, да, вот. Закладываются золотые вещи, продаются машины, да, всё деньги. Куда деньги уходят, на что они продают? Это планирование. Вот. Финансовая грамотность. Три месяца назад, так, он взял в долг у своих друзей, я взял две кредитные капы. Не очень понятно, опять же, как у вас это происходит, да, то есть, почему, для чего. Ну, это яма. Яма, потому что это не цена своей грамотности, тратить больше, чем зарабатывать. Ну, судя по всему, по всему. Три месяца назад, я вышел на работу, чтобы что, зачем, то есть, как бы, насколько-то любимая работа. Почему раньше не работала? Ну, ребёнку, что, три года? Вот. Я не помню, не помню, сколько декретный отпуск. Вот. Ну, а что вы делали до этого, опять? То есть, какое у нас отношение к работе? Он так и живёт сказкой, что всё будет хорошо с неба. Ну, то есть, человек привык работать, но работать на себя. Надеюсь, работать не хочет. Ну, это был его выбор. А на профиль взгляд в том, что у вас есть. То есть, что у вас твоего есть. Вот. Судя по тому, что вы описываете, не описывайте ничего. Мы сейчас вышиваем только на мою зарплату, долги и еда. Я не понимаю, что делать. Ну, вот опять, да, что делать, чтобы всё. У меня такое чувство, что вы в отношениях, вот, просто, растворились в отношениях с молодым человеком. Вы. И просто, как бы, ждёте, ожидаете, я не знаю, чтобы он все проблемы за вас решит. Судя по-русски привыкли во всем полагаться на него. А когда он, соответственно, сдал позиции свои, вы оказались к этому не готовы. То есть, то есть, ээээ. То есть, в отношениях вы занимаете ээээ позицию ведомой. Вот. В отношениях вы занимаете позицию ведомой. В следствии чего, оказываетесь не способны контролировать то, что происходит. Ну, и плюс, ээээ, плюс, конечно, ээээ, то, что вы, вот, условно говоря, делаете какие-то вещи, вот, я имею в виду, продаёте что-то там и так далее. Не очень понятно с какой целью, без фиксации, да, то есть, без, ну, отслеживания этих самых действий, без отслеживания этих платежей, вот, и так далее. То есть, очень, 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 очень бы хотелось с вами разобрать этот момент. То есть, очень бы хотелось понять, как вы видите это всё. Ну, как вы видите это всё. Как вы видите всю эту историю свою. Вот. Вот. И уже вот, вот, после этого, исходя из этого, ам, что-то делать. Именно так. Эээ, все три года утвердить, что у любимого всё будет хорошо, он не сидит на месте, все пробуют разные вложения в бизнес, но ничего не идёт. Подумаешь, готовки с ребёнком помогаешь. М-м-м. М-м-м. Что-то претензий к этому нет. Ну, я думаю, что, м-м, вам нужно спросить, м-м, поговорить со своим мужем, вот. его спросить, что он вообще хочет, как он вообще хочет, вот, и заявить о себе, заявить о своих амбициях, заявить о своих силах, он неприемлемости того или иного его поведения, для вас только так, а пока вы реагируете, ну, таким образом, как вы реагируете, да, я думаю, что он что-то так и остался, а я считаю, что мужчина не случайно потерял свой бизнес, вот, я считаю, что это произошло закономерно, я считаю, что это произошло из-за его организации такой вот, ну, из-за его такой организованности, не очень качественный, вот, а значит, это обязательно повторится, вот, а вот, в принципе, то, что, наверное, я могу вам сказать, пока что. такая вот история, пока будете, наверное, добавить ничего, ничего, у вас, на самом деле, вот, вообще, да, у сейчас, с полной за определённостью, вот, и так далее. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, обязательно. поговорить за своим людям, вот, решите, что делать дальше, с ним, возможно, ему, вот, ну, в принципе, да. Возможно, вашему мужу требуется помощь, вот. Но это только если он сам хочет. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok